Токио 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 На данный момент главным редактором журнала является приглашенный профессор Казанского федерального университета Некрашби, который более 20 лет являлся редактором высокорейтингового журнала. В настоящее время в России не более 10 журналов в области педагогики, которые включены в реферативную базу данных скопус. Все они очень разные по своему уровню, направленности. И я убежден, что наш журнал имеет свою нишу. И то, что мы сейчас имеем очень большую востребованность, имеем очень большой пакет публикаций, которые проходят через лицензирование. Токио Еще раз напомним, что на данный момент журнал образования и саморазвития Казанского федерального университета выпускается ежеквартально и входит в базу данных скопус. Поэтому вызывает особый интерес не только у российских ученых, но и зарубежных. Мы после модернизации журнала печатаем 8, максимум 9 статей в одном номере. Это 4 номера в год. И мы приняли решение, что публиковать, поскольку это журнал международный, и он не должен быть местечковым и печатать только статьи ученых Казанского федерального университета. Мы приняли решение, что половина статей будут статьи наших коллег на английском языке, наших коллег из-за рубежа. Вторая половина, то есть следующие 4-5 статей мы тоже делим пополам. Половина из них, получается 25% журнала, это статьи наших коллег из России. Тоже печатаются у нас из Московского педагогического университета, из Уральского, из Южного федерального университета. То есть желающих опубликоваться у нас много. Но и 2 или 3 статьи печатают наши коллеги, коллеги из нашего университета. На данный момент миссия журнала образования и саморазвития направлена на интеграцию Казанского федерального университета в мировое образовательное и научное сообщество, а также вхождение в перечень базы журналов Web of Science.